Экс-командир отделения штурмового отряда Вагнера Андрей Медведев в Норвегии. Позывной кусок бежал в Норвегию из ЧВК Вагнер. Вы знаете, что в команде Вагнера служат по контракту осужденные. Коротко о Медведеве. Сирота, осужденный из Томска, дослужился до должности командира отделения. Но он утверждает, что осуждает операцию России на Украине. И сам-то он старался стоять в сторонке. Но биография его говорит об обратном. На Украине он воевал уже в 2014 году. Он рассказал, как плохо Пригожин обращается со служивцами, как убивали некоего Нужина, осужденного за убийство Кувалдой за перебег украинца. Кувалда это экзотично для фронта. Обычно предатели там расстреливают. Но что интересно, появились ответы от Пригожина, по словам которого именно кусок обвиняется дословно за попытку жестокого обращения с заключенными. И сейчас находится в розыске в связи с этим. Андрей Медведев действительно работал в норвежском батальоне ЧВК Вагнер Нид Хёг, так как имел норвежское гражданство. Говорит Пригожин. Опа! Когда успел получить? Он то в тюрьме, то на войне. И почему же тогда он нелегально пересек границу, если у него норвежский паспорт? И неувязочка какая-то осужденным не дают здесь гражданство. Но оставим ужастики от Медведева для правоохранительных органов. Немного о другом. Ведь снова дело касается Норвегии. Медведев говорит, что контракт был заключен на 4 месяца, потом он решил уволиться, а ЧВК в одностороннем порядке изменил контракт до 6 месяцев. Почему он избежал? Но при вербовке осужденных есть определенные правила. Контракт составляется на 6 месяцев за зарплату в 240 тысяч рублей в месяц. Вообще сумма и сроки контрактов разнятся в разных статьях. Говорится о бешеной зарплате, но 100 тысяч и даже 240 тысяч рублей бешено не назовешь. А вот из украинских источников я прочитала о сумме в 600 тысяч в месяц. Эту сумму я могу назвать бешеной, на мой взгляд. Они обязаны участвовать в боевых действиях на передовой. Под угрозой расстрела им запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через эти полгода останется живыми, обещают помилование. Про условия договора это разве нелогично? Выпустить из заключения убийцу или грабителя, чтобы он сдался укронацистам и жил потом в припевающих где-нибудь в Норвегии? То есть Андрюха из всего вышесказанного понял только про цифру зарплаты в месяц. Хочу нормальной человеческой жизни, без каких-либо репрессий, преследований, на мирной земле, где ценят мнение человека его права. Я извиняюсь спросить, тебя разве осудили как раз не за то, что ты не хотел просто жить по-человечески? Нарушил ценности человека, его права. И вот он бежит в Норвегию, чтобы осудить Россию в негуманности к осужденным. Норвежцы радуются, как дети, ведь появилась еще одна возможность осудить в зверстве россиян, пусть даже с помощью уголовника. Если лидер по достоинству оценивает человеческую жизнь, беспокоится за свой народ, он никогда не отправит его на такой бой, говорит Андрей. Интересно в связи с этим спросить, читал ли Андрюшка контракт, когда его подписывал. Его же никто насильно не отправлял на такой бой. Зачем подписывал контракт? То есть подзаработал, теперь можно и книгу писать о зверях россиянах, ну или, да, рвануть в Норвегию. Его здесь сейчас пригреют, дадут бесплатно квартиру, выделят пособие, работу предлагать не будут. Зачем? Отдыхай, парень, рассказывай про тюрьмы России. Как ты ненавидишь русских? И все будет в шоколаде. Шанс на новую, хорошую, честную жизнь в демократии, в стране, где соблюдаются права человека, где уважается закон. Как я поняла, кусок находится все-таки в местах не столь отдаленных. Они возили с беженцами. Я послушала его интервью на ГУЛАГе, кстати, пять минут разговора по телефону, и только от него дается только в тюрьме, насколько я знаю. Да и в комнату отдельная, с душем, телевизором. Особенно умиляют слова Андрюшки. Я извиняюсь за такую фамильярность, но иначе я могу вообще расхохотаться от детского лепета. Слушайте, вы по-мужски выйдете в поле, не надо прятаться в бронированных кортежах, летать на бронированных вертолетах. Поговорите со сторонами, с которыми есть разногласия, и решите. Не надо народу страдать от этого. Но до чего, милый ребенок? Я вот думаю, может, у него чувство реальности поплыло. Выйдите в поле, по-мужски, на кулаках. 21 век. Дальше слушаем. Если люди переступают какие-то международные нормы, то они должны предстать перед законом, судом. Убивать друг друга – это полный бред. Надо оставаться людьми. Андрей Медведев планировал выйти на Красную площадь, чтобы обратиться к Путину, глядя ему в глаза. Что меня радует в его прибытии в Норвегию. Теперь есть кому выйти на площадь перед Королевским дворцом в Осло и публично, посмотрев в глаза, обратиться к норвежцу Стултенбергу, залившему кучу стран кровью мирного населения этих стран со дня создания коалиции НАТО. Вообще, Андрейка, читал книги, историю, новости хотя бы. Он приехал в Норвегию, которая ни с кем не воюет, пожить красиво. Надо же. А он знает, что Норвегия 20 лет воевала в Афганистане. Сбежала оттуда в 1921 году. Целых 10 норвежских солдат погибло за 20 лет на фоне 47 тысяч минных афганцев, 50 тысяч ливийцев. Почему норвежцы не вышли в поле по-мужски, сказать мог, что вы, братья, давайте минно все решим. Но нет, норвежские истребители скромсали Ливию до фундамента. В Сирии 350 тысяч погибших, по данным ООН, но утверждается, реальная цифра намного выше. Ну что ж, Норвегия гостеприимная страна. Недавно она оплатила частный самолет с талибанами, посетившими Норвегию, против которых они воевали 20 лет. Я слышала, даже могу предоставить, днемной написанное утверждение на норвежском языке, что одного из разыскиваемых чеченских террористов, помните школу с детьми в Беслане, Норвегия также радушно приняла у себя, обеспечив полную безопасность. Поэтому я уже ничего не удивляюсь в этой стране, но становится жутковато. Особенно, когда в школах к вашим детям начинают цепляться маленькие воспитанники украинского восьмилетнего образования. А директора школ вызывают и отчитывают русских детей. Знакомая вам по моим роликам Инна Сангаджиева говорит, что хайли лайкли медведя будет ликвидирован по возвращению в Россию. У Сангаджиевой есть опыт в этих делах, ей можно верить. Ведь все ее детство в СССР, по ее утверждению, ее принуждали умереть за родину. Хотелось бы услышать ее версию, как она все-таки выжила в репрессиях и преследованиях и даже переехала в Норвегию на ПМЖ, где со смаком рассказывает во всех газетах про ужасную Россию. «Для меня большая честь работать в Хельсинском комитете», говорит девушка. «Это дает мне возможность укреплять права человека в моей стране? И мне за это платят». «А», говорит дама. «То, что Сангаджиевой платят, кто бы сомневался, читая ее слова о России». «И да, Инна Сангаджиева, вы ближе всего сейчас к куску находитесь по должности своей. Отнесите ему спортивный костюм и кроссовки, пожалуйста, в которых он нуждается. Надеюсь, у вас хватит на это денег. Ведь вам же платят». «Если есть кто-то у тебя в Норвегии, они могут мне подвести какой-нибудь спортивный костюм и кроссовки». Для Андрюшки Медведева, да, в самой Норвегии мир и тишина, как, впрочем, и в России. Но Норвегия воюет во всех странах так называемого Третьего мира. Поэтому я утверждаю, что цель твоего визита в Норвегию совсем другая и в какой-то степени, скорее всего, Пригожин прав.